Приветствую всех, дорогие друзья, рад вас всех видеть. Сегодня поговорим о начальных 34-ках. И попробуем на этом сетапе что-нибудь интересное вместе с вами навоевать в War Thunder Mobile. Да-да, тундра вышла на мобильные платформы, если кто-то ещё не в курсе. Поэтому предлагаю вам ознакомиться с игрой, ссылка есть в описании. Ну а мы с вами сегодня будем, во-первых, выкачивать всё до самого конца. Она, судя по всему, здесь, так как у меня очков, я смотрю, целую кучу мне надавала. Давайте всё прокачаем по-быстрому. И отправимся в бой, для того, чтобы хорошенько так понышпынять всяких тех, кто не может или не хочет. Тем более у нас тут несколько этих самых 34-ок. Вот и посмотрим. А то я на них в тот раз жаловался. Спасибо вам ещё за советы насчёт стиков, я всё это пробовал. Тут вопрос в том, что я, в принципе, не особый игрок в мобильные игры. И нужно привыкать к любому управлению, какое бы оно ни было. Что стиками, что стрелочками. Но вроде как стало получше, когда маленько поиграл. Выполняй простые задания на своём мобильном или планшете. И получай золотые орлы в игре War Thunder. По моему промокоду на экране вы получите свои первые 10 золотых орлов. Ссылка в описании. Смотрите на эту мему. Что касается сетапов, люди жаловались, что здесь всё вот так вот с сетапами. Мне нравится, система иная. Позволяет вам меньше заморачиваться над прокачкой. И больше думать над тем, а что же с этим всем делом делать. И это довольно забавно, на мой взгляд. Так, здесь я ничего не могу, да? Давайте начнём с ранней 34-ки 40-го года. Карты здесь определённо лучше. Прям во много раз лучше. Потому что эти самые карты позволяют вам нормально себя чувствовать на любой технике здесь, судя по всему. Я даже не уверен, есть ли что-то совсем такое, от чего будут большие проблемы. Я имею в виду типа Тортоиза, который вообще перестанет ехать. Да и самое главное, что всё равно размер карты здесь, ну, прям, ни о чёмный в этом плане. Так, занимаем позицию. Я убрал тут показывать, куда же мы едем. И, кстати, поставил 60 FPS, который у меня не тянет. Но во многом люди писали, что в целом с оптимизацией игры есть большие проблемы. Думал, выйду, сейчас танкану. Люди, я не знаю, как так целятся быстро. У меня вообще не получается. Может быть, есть какая-то возможность использовать мыши Joy, или что-то такое, как-то подключиться, короче, через компьютер. Но я со смартфона, и у меня таких вариантов особо не предусмотрено. Но иногда, бывает, здесь случаются прям забавные ситуации. Из того, чего мне очень не хватает в этой игре на текущий момент времени, это возможность поменять расположение кнопок. Вот пулемётов тех же самых и всего остального. Они так неудобно для меня находятся. Или статичный стик куда-то передвинуть в настройках более в удобное место. Но, опять же, пишите вы тоже. Вас тут спрашивают, а что бы вы изменили в игре? Вот предлагайте свои изменения. Может быть, разработчики к этому делу прислушаются и поправят какие-то моменты, которые раздражают многих или всех. Не знаю, я очень сильно покоцан, но самое главное, что я выжил. Так что, в какой-то степени, 34-ка всё ещё имба. Ну-ка, подождите, пока орудия не вылетелись. А, это... Какой великолепный союзник, боже мой! Фраг, который я и так, и так, еле-еле мог сделать, он его мне заруинил. Вот от третьего лица. На. Не про... Ха-ха-ха! Вы серьёзно? Вы издеваетесь надо мной? Даже в мобильной тундре происходит полностью такое же говно? Я не знаю, что сказать по этому поводу. Вы можете меня сто раз, наверное, проклянуть и сказать, что я что-то неправильно делаю, но вы серьёзно? Я в это не верю. Давайте 34-ка 41-го года возьмём. Брони всё равно в ней не ощущается. Вообще никак. Если ты не умеешь играть, то никакой брони не будет. Зато у противника броня великолепная. Поэтому хрен отработаешь по вражеской колёсной технике, у которой брони не должно быть никакой совершенно. И где же ты тут? Может быть всё-таки динамический стик опять мне включить? Мне так неудобно тянуться. Я не знаю, у кого как всё с пальцами обстоит, но у меня вот большие проблемы с этим. Да как наводиться в этой игре? Я вообще не понимаю, кто придумал вот так вот расположить всё это дело, потому что я пытаюсь донаводиться, и вместо этого я нажимаю на кнопки, которые у меня под правым пальцем. Всё! Без вариантов. А ещё в сетапах иногда очень странное расположение техники. Почему Т-28, Т-28 находится после 34-ок, совершенно не ясно. При том, что техника определённо в разы более слабая, чем это всё. Да по... Так, это просто невозможно со статическим стиком играть. Это я тоже пробовал. Мне неудобно. Мне ни с каким неудобно. В принципе, оно в любом случае очень топорное управление, но я надеюсь, что это пофиксит. Продолжаем в том же духе и победим! Хотелось бы, по крайней мере, в это дело верить. А, ну я пока разворачивался, мне уже и впаяли. Великолепный геймплей на советском сетапе раннем. Ощущается как понос просто. Быстро и с треском. Да. Словно препарат на основе резьких горох. Я вообще ничего не сделал. Я кого-то одного вшатал, и то случайно, судя по всему. Ну ладно. Попробуем ещё разочек. Может быть, получится лучше. У меня ещё, конечно же, эта стойка дурацкая мне мешает играть. Чтобы сидеть у микрофона... Да. Когда-нибудь я куплю себе пантограф. Пройдёт ещё, наверное, 10 лет. И к тому моменту я дойду до этого момента. Ну что, попробуем ещё раз. Давай, грузи быстрее. Не стоит стоять рядом с бомбой. Да и мне и без бомбы нормально вкатывают. Не успеваешь вообще сообразить, куда, чё, зачем, почему. Причём, опять же, играешь без записи, получается лучше. А с записью какая-то фигня сплошная. Может быть, союжники попадаются хуже, или противники сильнее. А может быть, я туплю. Одно могу сказать точно. Даже не на самом слабом телефоне. С записью на средних настройках. Вы сами видите, как она у меня идёт. 60 кадров здесь не видать. Совершенно точно. И не будет, я так полагаю, видны их. Ни при каких обстоятельствах. Давайте привыкать к динамическому стику. В этом плане он поудобнее, конечно, чем статика. Потому что статику нельзя переместить в одно место. Так, чтобы удобно было. А где враги? Я не верю, что они не поехали совсем на точку А. Вражеские войска захватили точку. Попахивает обманом. Ну, ладно, я не против захватить её сам. Захватывается относительно долго для такой динамики мобильной игры. Но, в целом, нормально. Так, мы захватили точку. Поехали искать врага. Большая часть точек теперь под нашим контролем. Самое обидное, что тут даже фикром банёшь. Эти люди целятся, как дьяволы просто. Её шатает всю. Как стрелять? А самое противное, нельзя выбрать какую-нибудь опцию и отменить зум в этом прицеле. Потому что зумирует совсем не вовремя. Ты пытаешься сообразить, что происходит. Пока наведё... Оно ещё дёргает. Оно пытается примагничиваться, судя по всему, к технике. Давай, и ты сюда, в ангар. Благо, я просто обошёл их в борт, и это мне помогло. Большая часть точек захвачена нами. Абсолютно точно. Могу сказать, что я пока не представляю, какой телефон нужен для комфортной игры в War Thunder Mobile. Это прям у меня вызывает самый главный вопрос. Потому что мобильная тундра очень прожорливая на ресурсы мобильного. У меня далеко не самый слабый аппарат, но даже так вот сами видите. Понятно, что это дело зависит ещё от записи. Без записи у меня она гораздо лучше идёт. Но, тем не менее, чтобы быть блогером в этой мобайл, судя по всему, надо сидеть обязательно в каком-нибудь топовом смарте с топовым железом. Ну, блин. Кто с этим сделаешь? Ничего. Зато бой хороший, смотрите-ка. В этот раз удалось воспользоваться объездунскими и пластунскими. Да повернёшь ты или нет. Я нажал опять! Да бесит меня это управление, ублюдское! Как же можно сделать было ещё хуже? Ты нажимаешь, и всё равно оно не работает. Ну, потому что тыкаешь не в то место, или оно просто не срабатывает, потому что залипание какое-то срабатывает. Можно сколько угодно пытаться. Но нет. Ну, с управлением определённо разработчикам надо что-то делать, потому что пока это очень плохо. То есть, как бы, они вроде реализовали какие-то базовые механики. Но механику передвинуть кнопки, например, так, чтобы мне было удобно с моими пальцами. Её нет. Хорошо, что не добавили главную механику разворота камеры, а то кемперочков было бы гораздо больше. Ну, а пока... А пока будем пользоваться тем, что есть. Так, появляются здесь какие-нибудь противники, которые мне вшатал? А, они не едут, что ли? Судя по всему, не едут. По-хорошему бы где-нибудь встать здесь, просто сохранить... Да поверни... Я не понимаю, почему. Вот этот ряд кнопок меня прям раздражает. Я пытаюсь поворачивать камеру, и она просто поворачивается. Один раз повернётся, другой раз не повернётся. Перенести бы их вниз экрана куда-то, эти кнопки выстрела и прицеливания. Ну, зато это в любом случае победа. Я думаю, что не в последний раз это благодаря нам. В смысле, подбили? Я просто врезался в железнодорожную платформу и застрял в ней. Оооо, ощущается пока, конечно, ужасно. Я не знаю, я буду пробовать опять статичный стик ставить. Может быть, так будет лучше. Статичный стик я не могу доводить на полную ОПА. А он в инвуле, наверное? То есть ты либо едешь, либо стреляешь. Я вообще-то не дотягиваюсь. Критический урон. Но я сейчас умру, да, судя по всему, потому что это по двигателю, скорее всего, куда-то пришлось. Ладно, второе место в команде. Это хорошо. По крайней мере, в этом бою я что-то делал, помимо того, чтобы бороться с управлением и ловить ваншоты. Это приятно. Награда, конечно, чисто символическая. Уровень взвода растёт. Причём растёт он здесь неимоверно быстро. Ну, потому что первый левел всего этого. Так что прокачаем давайте по максимуму всё это дело. Наведение, наверное, тоже в максимум. Прокачаем будет лучше. А вообще, в целом, отправимся в следующий бой. И я, наверное, попробую в настройках что-нибудь поменять. Может быть, получится как-то лучше отыграть на 34-ке. Можно ещё и яркость добавить. Потому что я ничего не вижу. Добавь яркость, пожалуйста. Всё отлично. Так-то лучше. Это ж надо вот оборудовать было себе место напротив солнца. Когда солнце светит тебе именно вот в твои все девайсы. Которые бликуют тебе в лицо. Идеально. Я не знаю. Ну, гений не иначе. Это сделал. Был я. Так. Отлично. Спасибо. Что ты делаешь? Глупый, что ли, совсем? Мне кажется, на топах мы ещё какие-то карты увидим. Потому что здесь вот стандартно несколько карт есть. Три-четыре штуки, которые попадаются. И больше вроде как я не встречаю пока. Давайте, знаете, что сделаем? В настройках определённо точно. Попробуем всё-таки активное слежение за целью. И чуть-чуть добавить вот это дело. Может быть, будет лучше наводиться. Да не хотел я нажимать на этот пулемёт. Просто вот, я не знаю. Располагал эти кнопки. Кто-то просто очень альтернативно одарённый. И самое ведь смешное, что когда ты по ним проводишь, ты не можешь стрелять. Ну, потому что, чтобы не включалось какое-то там залипание или что. Вот это вот. Ну, в общем, да. Причём, казалось бы, перед вами есть целая куча мобильных игр. Ну, просто слежите управление. Смотрите, как оно там реализовано. И сделайте сразу его нормально. Нет, это же War Thunder, детка. Как же сделать так, чтобы игроку было удобно? Нет, игрок у нас в этой игре должен страдать. Да повернёшься ты, нет. Ой, слава богу, я хоть попался теперь автодонаведением. Оно хоть прилипает к цели. Я его отключал, думал, лучше наводиться буду, потому что оно тоже иногда раздражает. Но, как оказалось, это мешает себе. Вот прям помогает. Опачки. Тридцать четвёрка-то пробивает сама себя в лобешник. Какая броня? Никакой брони нет. Вся твоя броня, это так. Навелись, бабахнули. Слушайте, а мы прямо у них это... На респауне стоим. Почти что. Я, наверное, предлагаю пока тут поселиться. Подождать, посмотреть, что будет происходить. У нас там в центре техника. О, неужели я танканул? Шок-контент, держи. И он не умер. Чаффики танкуют, как всегда. Это всё МД-5, да? Это всё из-за них. Держи ещё один. Вот, теперь закончился. Это отлично. Вон там они едут где-то вдалеке. Попаду. Правда, очень плохо попал в трансмиссию. Э, ты чё мне скинул? Я должен же быть на него наведён, надеюсь, да? Ага, должен быть я на него наведён. Да мы здесь сбрасывают наведение вообще полностью. И типа, иди отсюда, отдыхай, рванина. Ну ладно. Мы ещё играем против второго тира сетапов, а у нас-то первый тир. Но эта 34-ка, я так понимаю, только поздняя сама себя легко пробивает. А если мы говорим про раннюю, то она не должна иметь такой возможности. Что-то мне, по крайней мере, подсказывает. Что вряд ли у неё получится. Ну давайте попробуем прямо в поле куда-нибудь выкатить. Тем более у меня ещё 28-ка есть, которая вообще непонятно для чего нужна здесь. Потому что это 28, кто серьёзно? Бам! И он сломал мне казённик! Как вы попадаете в меня? Я же выстрелил, тебе там даже целится. Вот он выезжал, но он всё равно успел прицелиться. Я не знаю, кто-то из вас вообще пробовал в это играть? А самое главное, пробовал кто-то играть в это с компьютера? Или нет ещё? Потому что, опять же говорю, у меня с эмулятора в неё зайти не получилось. В принципе, логично. Если разработчики ограничат возможности игры с эмулятора, было бы очень здорово. Потому что игра через эмулятор очень сильно убьёт сразу эту игру. Стоит только начать компьютерным игрокам с мышками и более удобным управлением попадать к игрокам. Вот с сенсорным вот этим ублюдским управлением. Сами понимаете, что сразу произойдёт с этой игрой. Я ему казённик выломал, но мне кажется, он успеет починиться. Или нет? Или я думаю, всё-таки нет. Держи. Не пробил. Угу. Вот его дёргает всё равно при остановке. Ты сделал мобильную игру с ублюдским сенсорным управлением? Правильно. Добавь у неё раскачку. Ну так, чтобы не переживать. Ага, мы взяли всё самое лучшее, да? От блица. Ну, например, вот это вот. Абсолютно неудобное. Да. Я не могу навестись тупо на него. А-а-а, моё любимое, без урона, в башню. Вы это видели. Ну, вы это видели. Это, по-моему, просто свинство какое-то с этим недомагом. Я и так понимаю, что тут какая-то должна быть всё-таки упрощённая система. Но даже эта упрощённая система взяла все недостатки. Попал в лоб башни и поля. Всё равно и веселись без урона. Хотя в этот раз, опять же, второй бой мы проводим на высоких местах команды. Ещё бы, наверное, если бы мы захватывали точки, было бы ещё лучше. Как легко набить очки? Иди захватывай точку. Но если точки все захвачены, то я не знаю, чем помочь самому себе и кому бы там ни было. Но неплохо. Тридцать четвёрки ощущаются, в принципе, съедобно, на самом-то деле. Я думал, будет хуже, но это только вот следующее. Вторая, грубо говоря, тридцать четвёрка. Новая техника. Зениточку нам ещё выписали. Это мы забираем. Отправляемся дальше воевать. На зенитке даже интересно. Учитывая, как на танках-то тяжело танки убивать. На зенитке, я так и полагаю, это вообще прикол ради игра будет происходить. Как бы добро пожаловать в эру криворуких зенитчиков. Потому что быть в этой игре пряморуким зенитчиком, это надо прям постараться. Надо, я так понимаю, очень сильно хотеть в эту игру играть именно на зенитках. Давай, грузи быстрее. Судя по всему, у меня ещё и телефон нагрелся, и поэтому ещё и FPS просел. Ну что ж с этим сделать? О! Сталинград. Эту карту мы знаем. А может, от карты всё зависит. Хрен поймёшь. Погнали на точку А. Туда как-то это... Более-менее попривычней. Все союзники поехали вообще в другие места куда-то. Интересно, попали мы опять с вторым рангом? Или вот на первом ранге мы воюем? Или уровни, как это проще называть? С вторыми сетапами. Потому что... Вот я сейчас играю на самых начальных танках. Они доступны будут вам абсолютно сразу. Вот эти 34-ые. Ну а вот это Avenger премиум. Это вообще, по-моему, третий игр. Да будет, что наводится, нет? Смирись просто, Максим. Это невозможно попадать! Я не знаю. Оно либо недонаводится. Какое-то всратое как будто бы ускорение здесь просто. Отличный урон. Кстати, я его пробил. Ну, вы видели. Не пробил. О, боже мой. Пожалуйста. Ну, я всё. Я умер. Без варианта. Я, знаете, чё, не понимаю. Некоторые люди, конечно, так хотели эту мобильную тундру. Но, вот, вам действительно будет приятно играть в это на вот этом управлении, ублюдском? Просто интересно. Потому что, ну, я вообще не понимаю, нахрена в это играть на телефоне, когда у вас она должна быть на компе. Тем более, что на слабом телефоне у вас, если вы там, допустим, какой-то школа трона, она у вас просто не пойдёт. Ну, потому что, с чего бы она должна пойти-то? Если она и на достаточно производительных телефонах так себя ведёт. Естественно. Да, зенитки против танков здесь вообще не будут играться. Я потому что, не знаю, ты не можешь одновременно наводиться, ехать и стрелять. Ну, это практически невозможно. Кто-то, может быть, уже научился, но у меня, я не знаю, сколько пройдёт времени, чтобы моторика рук так адаптировалась. Я либо еду и пытаюсь наводиться, и не могу нормально стрелять. И сами видите, какие проблемы тут с наведением. Либо вот это. У нас справа, слева, везде враги. Так, ну хорошо, хотя бы вот так-то вернём. Но это пазик, мне хана, в любом случае. О, да ладно. Неужели божественная 34-ка танканула? Я его рот наоборот. Вы видели это? Ну, вы видели это, да? Ну, вы видели вот этот урон по борту панцера? Господи. Вы же переделали всё. Вы переделали всю игру. Почему она такая говённая? Почему с уроном такие же проблемы? Это какой-то просто пранк, я не знаю. Я выстрелил ему в борт для того, чтобы... Чтобы, чтобы, чтобы ничего. Но, да, тут есть какая-то доля истины в этом всём деле. Потому что, например, играя на более пробивающей технике, типа панцера или чину, ты в такие ситуации попадаешь, ну... Давайте будем честны, откровенно реже. И тот же самый чину, о котором мы как-нибудь поговорим, если будет интересно, на котором я сейчас катаю и прокачиваюсь дальше, вот он не вызывает таких больших проблем. Там уже, действительно, если только ты сам в трансмиссию выстрелил, но в боевое отделение убивает он прям отлично. Он 34-ками какой-то пранк. Самое главное, что я даже не знаю, что у меня с управлением. Мне его сделать поострее, поменьше. Почему? Но он в любом случае ужасно работает. То есть можно что угодно пытаться сообразить, какие угодно эти моменты. Так я не могу целиться по мелкому, да? То есть как-то удобно донаводиться не получится. В целом могу наводиться, а вот донаводиться не получится. Сейчас сообразим. Я просто помню, что в Блице, например, таких проблем не было с управлением. Там все было гораздо более интуитивно. И самое главное, там не лагало управление. Там хотя бы стики эти работали. Если стик должен работать, он, блин, работал. Спрячусь-ка я от него. Так что я обосрался с выстрелом. И поехали дальше. Где-то здесь. А, все, он погиб, да? То есть мы полностью зачистили этот респаун. Отлично. Погнали пробовать еще раз. Что-нибудь навоевать на точке Б. Это я нажал на пулемет случайно, что ли? Ну вот про это и речь. Еще-то куда-то случайно нажимаешь, и нормально не прицелиться. Забавные какие-то эффекты снега, схождения с гусениц. Просто падают какие-то белые ошметки, где-то полки какой-то. Вообще никого не видно. Где все враги? Понятно, что вон тут катается, вдали от Б, но это не то. И на точке С тут, по-моему, было. Да. На точке С, по-моему, полно всего. Ехать бы. О! В смысле подбили. Я ничего не вижу, вообще ничего не понимаю, что происходит тут. Да, я стреляю. Через эти кусты вообще нереально стрелять. В мобильной игре там нужно полупрозрачных кусок впадить в упоре. Потому что, значит, это будет невозможно. По-моему, пора развернуться и это... Ну, чтобы не встретить противника задницей или бортом, ехать куда-то вот туда. Хотя тут опять. Мои союжники их просто перевоевали. Быстрее, чем я смог тут с этим сделать. Да повернешься ты или нет. Вот этому надо помочь. Ну, или просто на себя огонь отвлечь, раз сегодня я... Как мишень себя показываю. О-о-о-о! Это вообще бандана. Не знаю, как это произошло, но... Это чудесно. Так, я его пробил. Пробил неплохо. Он меня тоже, но я всего лишь горю. Он мне попал куда-то в заднюю часть. А я тебя за это накажу. Отлично. Нашел даблкил. Искал и нашел. То, что нужно. Теперь, наверное, стоит сзади посматривать. Чтобы, если что, вот оттуда какие-нибудь мимо крокодила не приехали. И точку С можно будет забрать. Это вообще прекрасно. Четвертое место команды. Офигеть. Вот игроки же есть. Которые уже все прошарили, как что делать. Просто берут, идут и побеждают. Тут одобрительные возгласы мои. И не одобрительные, скорее. Потому что я все время ругаюсь на эту игру. Пожалуйста, отпусти меня. Да, врезаться здесь, когда в тебя врезаются. Ты испытываешь еще большую боль, чем обычно. Но по-другому здесь совершенно никак. Да-да-да. Все ездят как хотят. Правку напокупали. И все. На Эвенджере, на Зиске. Слушайте, ну да. Четыре фрага. Два фрага плюс какая-то там. Прямо поли-помощь. Или что-то типа того. В общем, люди не скажут, что прям дико сильно более эффективно играют. Наверное, да. Но два или три фрага, и вот уже вырисовывается разница. Тем более команды здесь, по-моему, поменьше получаются. И, соответственно, набивать вот так вот по 270 миллионов фрагов тоже сложно. Потому что их тупо нет. Самих по себе танков столько нет. Кто бы ты ни был. Давай я прицелюсь. Но ты будешь реагировать-то, нет? Как же меня калит эта штука. Видимо, телефон нагрелся. И оно стало еще хуже теперь работать. Куда он делся? Точнее, почему он не хочет заезжать на той? Он хочет меня дождаться, видимо, и мне хватать за... Не-не-не-не-не. Он в объезд поехал. Настоящие герои идут в обход, что ли? Так я же тебя здесь в покое не оставлю. Я уже видел, что ты где-то тут есть. Ну. Слушайте, я вообще не понимаю, как он поехал. На своем, этом... Голубом вертолете. Ага. И обратно поехал. Эй, Кристофер. Это бот, что ли? Что ты делаешь? А, и его... И, конечно же, он специально избегает доставки фрагов прямо ко мне. Он доставляет фраги кому угодно, кроме как мне. Он просто приехал, убился об Эвенджера, а от меня бегал. Понятно. Слушайте, ну ранние 34-ки играются более-менее норм. Иногда они даже что-то потанковывают. Но, блин. Все равно это дело совсем непростое. И, условно, на пазике играть было бы гораздо проще. Но о чем-нибудь таком мы обязательно поговорим. Или вот, например, о Чину 2 в следующий раз. Если вам, в принципе, интересно наблюдать такие видео по War Thunder Mobile. Плюс заодно и прокачка игрок. Вот. Так что мы уже скоро доберемся до, вон, Тигров, Шерманов, 34.85 и всего такого. Оставайтесь, если интересно. Не забывайте поддержать такой формат. И всем удачи. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok